На торжественное открытие учебного центра, поздравить первую группу обучающихся, приехали министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, директор Московского областного учебного центра Руслан Фурс, исполняющий обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова, руководителя администрации Домодедова Дмитрий Городецкий и другие. Центр, который на протяжении многих лет был известен как учебный центр на Хабино, сейчас это просто учебный центр Московской области. А синергия заключается в том, что преподаватели МГИМО, те преподаватели, которые раньше работали в УГУ, а это вполне квалифицированный преподавательский состав, они будут задействованы в работе этого центра. После небольшой экскурсии по университету гости посетили одну из лекций и поздравили первую группу обучающихся с началом занятий. Я надеюсь, что сегодня очень важный день, это, собственно, открытие учебного года уже под новую крышу, под новую площадку. Поэтому мы хотели вот сегодня сделать его немножко необычным, торжественным. И большой коллектив у нас сегодня собрался поприветствовать вас, как наших первых слушателей еще раз, да, по этой крыше. И я надеюсь, что у нас будет очень позитивный старт. Александр Коган отметил, что в 21 веке, в эпоху стремительного обмена информацией, для руководителей особенно важно уметь отсеивать из потока информации только полезные сведения. Это один из ключевых навыков, которому должны научиться муниципальные и государственные служащие на курсах. Мы очень хотим, чтобы программы строились по новому принципу. Обратите внимание, предоставить, к примеру, теорию – это одно, да, но сейчас, особенно в наших программах, должна быть, к примеру, 20% теории и 80% практики. И в основном теорию нужно разбирать на практических занятиях. Почему? Потому что как только он выходит со скамьи, ну, грубо говоря, как только он здесь получает соответствующее обучение и получает знания, он уже завтра должен их применять. И если он очень долго будет применять эту теорию к практике, я боюсь, мы так далеко не уйдем. Очень важно увязать практику с теорией. И в основном обучение нужно строить на практических занятиях. Татьяна Одинцова рассказала о самом университете, его особой значимости для района и выразила надежду на то, что учеба будет проходить в форме максимально интересной и полезной для слушателей. Здесь совершенно уникальная система оборудования. Вы здесь можете себя чувствовать совершенно комфортно и свободно. Вот это подкупает то, что преподаватели имеют подход к каждому. К каждому студенту подходят с пониманием. Мы это ценили всегда и видим, но Артем Владимирович старается так же, чтобы в стенах этого вуза всегда царила атмосфера понимания со студентом. Александр Коган прочитал обучающимся муниципальным и госслужащим лекцию по принятию сложных решений в условиях информационного давления. Глава Одинцовского района Андрей Иванов поздравил коллектив Московского областного учебного центра с обретением нового дома. Он выразил уверенность, что преподаватели оценят гостеприимство Одинцова, которое станет для них таким же родным местом, каким было Нахабино. Я уверен, что центру здесь будет комфортно. Те условия, которые предлагает наш АГУ, безусловно, одни из лучших в Московской области. У нас есть все возможности и аудитории, и оснащение. Мы можем расселять на территории нашего образовательного кластера всех приезжающих.